Всем доброго времени суток, друзья мои. Завалило над снегом. Сейчас покажу здесь красотень у нас. Сейчас, как обычно, почищу с утра тропиночку и приступим к разврату. Погнали! Субтитры создавал DimaTorzok Зима вступила в свои права. У нас здесь красотень. Лепотень не то, что у вас в Минске. Сейчас лопату поставлю и все расскажу. Так что смотрим, не переключаемся. Так, видим, что дороги у нас почищены. Баночка валяется. Жги. Энергетик. Ребята, не мусорьте. Будьте людьми. Так, рассказываю. Вчера произошло грандиозное событие. Взломали игру Batfield 5. О, я уже скачал, между прочим. Итак, защита Денова продержалась ровно месяц. Ребята из компании CPU, если правильно их называю, на Новый год всем геймерам сделали подарок. Так, взломали эту нахер защиту опять. И все. И сейчас мы кайфуем. Много часы, много часов однопольского режима нам обеспечено на праздники. Люблю я пострелять. Фашистов поубивать. Опять начнется Хандехок, Гитлер Капут. Как обычно. А у нас тут нормально. Сейчас мы дойдем до одного места. Покажу вам объявление, если вы не сняли. Веселое объявление там у нас висит. Зайду сейчас еще за одним на почту. Сразу же. И сходим, котов проверим. Сейчас уже два кота за мной ходят. Ну, вчера вечером я ходил. И два кота за мной сразу же шли. Кошка и кот. Такие веселые ребята. Как обычно. А у нас здесь нормалек. Здесь есть карась, между прочим. Надо удочку настроить, у меня же удочки из зимних. И в интернете я видал, что караси зимой не спят. Показываю. Да? Ну, они ложатся в сон, взрываются, если у них еды их нету. А у нас здесь полно еды. И, по идее, должен клевать. Не знаю. Может, соберусь. Я все на это собираюсь. Защукай. У меня бура, правда, нету. Но меня тут опять научили, как. Ты, говорит, они... Эти лунки бурят шуруповертом. Заметьте. Бур насаживают на шуруповерт. И... Бурят, ходят. Не так вручную делают, а все с бура. Надо как-нибудь попробовать. Ладно. Много болтовни, меньше дела. Идем. Машин у нас много ходит. Кабы не раздавило. Сейчас все покажу. Что-то как. А, я что еще хотел рассказать-то? Что я завел-то? Я же собрал 3D-принтер. Все, его откалибровал, настроил. Вроде настроил. Тестовые печати все проходят. Так что... Сейчас я вам покажу еще в конце ролика небольшой экскурс. Погнали. На этой доске объявления сняли уже, мерзавцы. Может... Хотя, наверное, и там сняли его отчеты. В общем... Помните, когда свет отключали? 7-го, 12-го и 18-го. Какой-то безграмотный из этого. Из местной администрации набрали там по объявлению. Работать некому, походу. Три класса образования, церковно-принятской школы. И они объявления напечатали, что свет будет отключаться 13-го, запятая, пробел 12-го, запятая, пробел и 18-го. Числа. Все люди готовятся. Я вам тогда показывал, да? Я сейчас найду, если нет, у меня же это... В том ролике осталось объявление. Сейчас вставлю. И что происходит? Оказывается, это 7-го не на 3 дня отключают. Это отключают... Да, нету. А, вот. Смотрите. Вот какой безграмотный писал. Это 17-го, 12-го и 18-го, да? Декабря с 10 до 3 не будет света поселка Речной. Вот любой образованный человек как поймет, что три числа, да? А нет, ребята, это 7-го, 12-го месяца, 18-го года. Ну, прикиньте, у нас в администрации, или кто, я не знаю, кто-то вообще печатал, или в электрических сетях, где-то все равно в этом, в администрации у них, в отделе кадров, работают такие безграмотные люди, еще людям, наверное, запалку начисляют. Парадокс. Ввели всех в заблуждение, тут все в холодильник подключали, свет подключали, оказывается, опа, потом разъяснили, что это не так. Что, пойдем где-то на почту ходим? Здесь у нас отопление, там здесь. Всем здравствуйте. Посылочка у нас, друзья. Рассказываю новости поселка. Вчера, позавчера, по-моему, у нас были выборы, но у нас как выборы происходят? У нас же не выбирают, у нас депутаты протолкнули местное тут. Опять же, с подачей. Депутаты от Единого России, сначала они у себя в Куменах протолкнули там. Депутатов не назначают, ну, не выбирают народ, а назначают, ой, депутат, говорю, это главы района. Также у нас глава поселка сейчас и администрации не выбираются народом, да, а назначаются депутатами. Соответственно, всех своих там поставили. Протолкнули некого Чеснокова такого. Держал магазины в Куменах, что-то продержался весь, проторговался невыгодно по ходу. госслужба гораздо выгоднее и эффективнее, нежели частное предприятие держать. Пришел, не знаю, еще на пост не заступил. Человек, у нас же здесь своя была, да, исполняющая обязанности. Человек уже знакомый, здорового. Не знаю, что, депутаты не выбрали, питать не угодно, тоже. женщина грамотная, я думал, ее выберут. А этого товарища, в общем, перспективы в поселке опять у нас нет. Ну ладно, мы будем контролировать, как пресса, и держать вас в курсе, что здесь происходит. Будут ли улучшения или наоборот. Начатай, Вова, передай привет публике. Привет. Как обычно, у нас сегодня рынок здесь. Сегодня что у нас? Четверг, да? Рынок. Особо показывать нечего. Три палатки. Нормально. Так, пойдемте. Дальше. Вот такие у нас тут дела происходят. Ну а это ихнее там дело политическое. Я туда не лезу, мне говорят, Дима, иди к депутатам. Ребята, у меня мозгов пока хватает. В это говно не влазить. Так, осветить могу некоторые мероприятия и проблемы. О, Анатолий. Это же Анатолий из Магадана. Ну как у тебя жизнь, Соля? Кажешь посылку? Посылка там частного образца, так ничего не есть. У ФСБ. ФСБ прислала. Да, это хорошо. Как жизнь? Это хорошо. Как в Магадан поживает? Да, да, так же метет, как у нас. У нас хорошо метет. Это Толя. Бывший ФСБшник. Сейчас, чтобы в Магадане не пристрелили бандиты, сюда приехал на пенсию. Нормально. Здесь скрываться, в общем. О, снегу столько намело. Интересно. Ладно, пойдемте. А, давай сразу же камеру я буду выключать. Посмотрим котиков, котиков, котиков. У нас же, че, традиция на канале ковермить. Я уже, о, она уже бежит. Слышит меня, смотрите. Ну, че ты? А где Сережа? Сережи нету сегодня? О, и Сережа идет. Ну, че, пойдемте, пацаны. Пацаны, девчонки, Сережа в магазин за сосисочками. Пошли давай. Сразу же два подруги. Друг и подруга. Смотри, Сережа какой большой. А это маленько по сравнению с Сережей. Че они? Ну, кот с кошкой не будут драться. Ну, че, пошли, Сережа, за сосисками. Как жизнь-то у тебя? Иди сюда. Че, голодный? Жена Сережи, пошли тоже. Че, пойдем за сосисками. Ладно, как обычно сейчас сходим за сосисочками. Возьму две, я сейчас по две сосиски не покупаю. Большие. Сережа, пошли быстрее. Ладно, он знает, где ждать. Они тут всегда сидят. Сейчас мы купим им по сосисочку. Не хочется бложек затягивать. Вон, идут оба. Сережа, что-то пыжится на ту подругу. Интересно. Магазин продукты, ребята, здесь я беру рекламу магазину. Дешево и качественно. Заходите. Продавцы не дают меня тут снимать. У меня уже по две сосисочки уже в целлофан заворачивают. Сегодня где-то дорогие продали. 50 рублей, чем обычно по 17 рублей. Видать, веси неликвидные сбывают. Ну и девчонки. И так, коты где-то пошли. Наверное, там они за углом сидят обычно. Что, сидят? Нет, не сидят. Кто-то куда-то кого-то угнал. Потому что этот, Сережа, бьет кошку маленькую. Сейчас он на нее пыжился. Ладно. Сейчас мы найдем, где они. Сережа, сосисок мало скажут. Вот еще один нахлебник появился. Да, действительно, смотрите. Нету. Нету. Куда делись, непонятно. Ладно, придут. Сейчас я чайку погава пью, позавтракаю. Все равно вернутся. Никуда не денутся. А вон она идет. Ну и что ты? Сережа тебя угнал, что ли? А где сам ты, Сережа? Пойдем. За ней пришел? Значит, здесь где-то. Так, что там? Вон они оба. Сейчас все покажем. И покажем, и расскажем. Давайте я вам покажу. Ты что, зачем ее угнал-то, Сережа? Котики, идите сюда. Котики. Дораться интересно, будет есть за сосисок или нет. Точно просроченные подсунули? Кислые? На, тебе. Так что ты. А ты, на, держи. Ну и девчонки, кислые под сосиски мне просроченные дали совать. Котов отравят. Зря прорекламировал тот магазин. Котики едят, да? А? Даже кошки не едят. Кошки едят им-то, что? Голод не тетка? Но я сказал, тот магазин хороший, оказывается, сосиски там мне плохие продают. Я думал, чайник и упаковали. Не ликвид для котов. Ну и Таня получит у меня. Но котов решил отравить. И они ругаются, что я котов кормлю. Они решили так изжить их соседу. Вот что делают. Все, пойдем, позавтракаем. Итак, представитель у нас ЖКХ. Сергей. Это у нас постоянный работник. Никогда ничего не темнит. Расскажи, как у вас жизнь в ЖКХ, Сергей. Пока нормально. Начальник новый? Сейчас. У нас многих интересует, сколько в ЖКХ зарплата? Чего? У нас минималка. Минималка, че, 11700. 11700? А ты вообще не получал? Еще не получали. А со старым? Со старого работился. 11700. 11700. И думаете, вам прибавят? Какой? Не получали. Откуда деньги-то? Почему дыры не ляпаем? Расскажи, как в Олимпийском зарляпывали за лето дыры, а в Речном не одной. Пускай народ знает. Ну, че, там же Левушин че. Зачем он это херевенчит? По-любому, на Левушин, он, наверное, хулинит. Зачем вы на балласты взяли чужое предприятие? Убыточное, заранее. Да, давно вы живете. Ну, какая разница? Есть преступления, которые нету времени-давности. Ты знаешь об этом? Знаю, знаю. Техника работает вся? Да, так-то. Так-то все? Когда у нас на лесной две дыры заделайте? Была одна, сейчас две уже. Я знаю. Это уже... А что вы нас видел? У вас вообще я показывал. А ты еще на этом не видел? В Корее там бежит на переходы. Я видел. За переходами. Да. Сюда убережи. Летом все равно надо делать так. Понятно, летом. Так почему-то летом да в олимпийском делом, а не у себя дома. Потому что олимпийские командуют. Олимпийские командуют. Вот так вот всегда наши, нами на Руси командуют почему-то. Чужеродные. Вы посмотрите, правительство, одни евреи сидят. Евреи, грузины и армяне. Парадокс. Ни одной русской фамилии нету. Но в Газпром зайдите и в нефть-то этот. Роснефть. Зайдите в них руководство, поглядите. В Омарку поедете. Ни одной русской фамилии. Ладно, пойду я чаю попью. Новости на селе уже узнали. ЖКХ работает. Котики, все, хватит. Теперь узнаешь, что это самое фунт президента у нас. Президента мы знаем. Не трогать президента, святое. Так я говорю, каждый, блядь, хуйно, блядь, свои законы, блядь. То, блядь, пенсию прибавит, то другой президент опять это самое сводкой, блядь, какую-нибудь херню, блядь, изобретет, блядь. В общем, народ недоволен президентом у нас. Хотя по статистике все по-другому. Всем здравствуйте, господа. Сегодня у нас штаба на ужин. Ой, на ужин, на завтрак? Зимний салат, морковь, чеснокомцы в горах, и копченые с зимой. А второе еще готовится. Сегодня у нас на завтрак. Суп с ребрами, копчеными, горох, димний салат, кусок хлеба, чай. 100 рублей нет. Второе не готово. Ладно, после обеда зайду, пообеду. Что, готовиться? Сейчас поем, пойдем дальше. Все, своему коту тоже еды купил. Позавтракал. Все, пойдем где принтер смотреть, покажу сейчас вам. Какую-нибудь модельку распечатаем, несложно. Вроде вчера настроил столбы еще чуть-чуть подкалибровать, ну ладно. доли микроны, ну это в процессе, притрется когда. Погнали. Еще хотел вам местный автотранспорт показать. Куда-то холодильник повезли. Чермет, походу. У нас все ездят на мотоблоках, на него права не нужны, можно выпившим кататься. Техника веселая. Для хозяйства самое то. Сейчас я вас ознакомлю с принципами 3D-печати. Чтобы напечатать 3D-модель, нам нужна вообще чертеж, да? Его обычно в разных чертежных программах создают у меня Solidworks. Я уже рассказывал, как это туда. Открываем файл модельки, да? Если он у вас есть, я вам сейчас покажу. Если нету, рисуем в этом. Сегодня будем печатать куб. Вот такой. Так, поменьше немножечко. Соответственно, сохраняем его. Вот такое у нас есть моделька. Дальше нам нужен слайсер. Что такое слайсер? Это вообще одни слова непонятно. Это программа, которая вам преобразует вот этот чертеж в цифровой формат, понятный для принтера. Я Кура пользуюсь, как и все многоуважающие 3D принтеры. Она на русском, между прочим, куча настроек здесь. Давайте уже файл откроем. Также открыть файл. Не буду вас задерживать слишком. Чуть-чуть, по чуть-чуть. Что-то у меня в Windows завис, никто нажал. Открываем наш. Видим, да? Вот наш будет рабочий стол и печататься этот куб. Нас интересует здесь высота слоя до заполнения. Толщина слоя 1,2. Количество стенки 3. 3 крышки. Вот здесь это все настраивается. Внутренняя сетка будет. Это я все вам покажу. Температура сопла. У нас ПЛА, потому что пластик будем 210. Стол 70 градусов. Скорость печатки 80. Ну, так многовато. Если 100, это вообще максимум миллиметров в секунду, да? Для вот таких вещей, где ответственные надписи, лучше скорость поменьше поставить, качество печати будет лучше, но мы оставим 80. Вот такая у нас деталечка. Тут куча я не буду об этом программе рассказать, я просто показываю быстренько, чтобы вас не задерживать. подготовка файла для печати. Нажимаем сюда, видим нарезка слоей. Сохранить на внешний носитель. У меня уже флешка вставлена и все. Извлекаем нашу флешечку. Файл перед добром для печати. Сейчас что делаем? Переходим на 3D принтер. Сам из себя представляет 3D принтер у меня к реалити Ender 3 Pro версия. Так, флешечку вот сюда вставляем. Вот наша флешка, на которой 3D моделька записалась вверх головой. Может с компьютера, я не буду в технические способности внедряться. Включаем. Видим. Надо еще прошить. Я, между прочим, программатор купил. Другую прошивку на него поставлю. Что мы тут видим? Экранчик. Температура сопла, температура стола, время печати, скорость вентилятора, YRXZ, все координаты. Вот такая штучка, пластик у нас ПЛА. Килограммовая бобина, да? Что первым делом делаем? Как неудобно мне тут снимать? Ладно, постараюсь, если что, вырежу лишний. Заходим в меню, идем в контрол, температура. Хотя она автоматически выставится, если начнем печатать, но я предпочитаю еще ручками делать. но если это сопло у нас ставим 210 градусов под каждый пластик свою температуру. Я говорю, это целая наука печатать, не хухры-мухлы, если вдруг кто-то задумает. Ну, 212, ладно, поставим. И нагрев стола для лучшей акдезии или по-русски прилипания пластика 70 поставим, потому что у меня ну, 70 много не надо, 69, да? Все, пускай нагревается, выходим. по меню здесь больше ничего интересного нету. Смотрим, пошла нагрузка, ой, нагрузка, нагрев, сопло пошел, да? Видим, 61 сейчас и до 69 должно нагреться. Сейчас 21, 22, стол нагревается. Стол у нас магнитный, вообще классно. Такая штучка. Чуть-чуть брызнул я на него для лучшей акдезии. Так, дальше что я сделал пока нагреться? Смотрите, он здесь, вот этот фитинг, сейчас. Гуляет родной. Вот такие зажимы напечатал на 3D принтере. Дальше буду еще печатать сюда проставочку, потом сюда охлаждение, лучше я пропечатаю. Купил я кое-чего, вот у меня проблема была вот с этой штукой. Сейчас покажу. Вот с этой. Я затянул гайку, мне-то пацаны подсказали вчера. Ты говоришь, не затягивай, а то у тебя вал бы отклинить. Ой, Z меня клянило. И все, что делаем? Можно ждать, можно не ждать, пока она прогревается. Давайте сразу же печать запустим, она потом автоматически начнется. Идем. У нас Print from CD-карт, печать CD-карты. Выбираем наши куб. Вот этим колесиком крутишь, и на него нажимаешь и выбираешь, да? Все. Видим, что ждется нагрева. Стол сейчас разогреться, осталось нагреться. Ой, стол, сопло разогрелось уже. И я вам покажу, пацаны, как это пойдет. Сейчас он чуть-чуть начнет тут волшебство свое. У нас осталось, да, поднагреть стол. Ладно, сейчас нагреется, я вам покажу. Пока греется стол, чья версия про отличается от обычной. У него вот эта направляющая шире в два раза. С устойчивый стол. Блок питания побочнее. Блок питания, между прочим, был закошен. Производителям пришлось шайбу вот здесь проставочки делать. такое, в общем, настраивать еще та задача. Видим, что 68, сейчас до 70 нагреется. У нас стол еще один градус и начнется печать. Все, 70, сейчас начнется. Все, пошла. Смотрите, это можно убрать. Сейчас он контрольную полосочку сделает на столе. несколько раз. Ну, пропустит вот этот пруток. Смотрите, вот она пошла печать, Сейчас он и выйдет на печать. Это у него как тестовый. Сделает подложечку. Все, видим, он здесь напечатал, прошло и пошла у нас. Сейчас он подложечку делает. у меня сделан круг с толщиной откалибровать чуть-чуть по углам. Немножко, ну, там вообще немножечко, хотя и так пойдет. Все, пошла печать у нас. Куба займет, вот здесь время пишется, да? Я потом покажу, сколько он будет печатать. Вот эта полоса, это была заполняемость. Вот она пошла, одна минута идет. И все, пошел он наш кубик рисовать. Пока наш куб печатается, вот вчера это проба у меня была, да? Вот это тестовый куб. Чем на него смотришь? Закругления, да? Вот эти все. Потом здесь есть углы ровные, крышечки как запечатывают. Видим, что все четко. Немножко есть косяк вот здесь на переходе, но он ногтем еле чувствуется. Вот этот. Это демпфер надо ставить на движок. Я уже их приобрел, идут где-то чтоб не было резких рывков при остановке и вибрации. Вот так это заполняемость на 30% идет куба. Вот этот же куб. Просто я остановил его и посмотрел как внутри делается. Вот так он делается. Вся геометрия соблюдена, все чутенько. Все у нас тоже печататься видим. Напечататься посмотрим. Видим, вот шкала пошла до 3 минуты. Вот, трескала и, наверное, минут 20 будет печататься. Но скорость поставил так-то 80. Надо было поменьше, еще бы качество лучшее было. Ну, посмотрим, что напечатает. Время печати 11 минут. Что-то мне интересно там печатает. Походу, какой-то куб непонятный. Сам вообще принтер работает тихо, но вот сейчас вентилятор включился вот этот на блоке питания. Он шумно ну, шумнее всех начал работать, нежели вот эти вентиляторы два, да? Один на охлаждение, другой на обдув. Интересная конструкция, да? Какая чудеса техники. Вообще прикольно. Что на кое-что напечатать, кабеля уложить тут все дела. надо все доработать со временем. Ретракты тут всякие сомнения. Чип подай валка, потом еще обратно она отдает иногда. Вот это да! Что это рисует непонятное. Вроде на чертеже не такой куб был. Сейчас посмотрим, что нарисует. Я не понял, думаю, что он печатает. это поддержка у него букв, видите, она потом убирается. Долго, 15 минут уже печатает. Последние минуты печати, 33 минуты печатал. Все, доходит до конца. Последнюю букву вверху вырисовывает. Видим поддержку, сейчас я уберу все, вот, все, напечатался наш кубик. Сейчас он на базу отъедет и готово. Видим, что снизу есть поддержка, сейчас я это все сниму и вам покажу качество печати. Все, готово. 33 минуты печаталось. Показываю, что у нас получилось. Видим, что все геометрия правильно, все буквы пропечатались изнутри, снаружи, все ровненько, ничего не плавает. это вверх у нас, это низ. Ну, еще в куре, ну, в этой, в слайдере надо еще поднастроить чуть-чуть, поиграться, вернее, с настройками, можно еще чуть-чуть добиться качества. Но, думаю, нормально. Также подлокотники для металлоискателей, это у меня первое опытный образец от Эквинокса, да? Кому надо, кто сломал, заказывайте, по 500 рублей вам сделаю. Оттерочки там, от Эксплорера есть у меня этот. Ну, это еще только без настроек дел. Еще такая же в некоторых местах косички есть, но тоже так-то все чутенько видим, все сделано. Так что можно подлокотники печатать. Вот такой 3D-принтер. На всякий случай ссылку оставлю на него в описании на Pro и на обыкновенную версию под видео. Вдруг кого-то заинтересовало. Такие штучки. В общем, перспективы сейчас обрисовываются. Всякие колпачки, ручки, все-все, что сломается из пластика, все можно сделать. Общие вещи сами. Ну, и на что фантазия у вас богата, да? Спрашивают про подлокотник, крепкий ли металл. У нас в 3D-печати слабые места против волокон. Ой, по волокнам, да? Вот он, если вот так печатает, соответственно, если бы он на эту сторону изгиб был, у него слабые межволокон. Здесь же, как у дерева, видите, да? Он достаточно прочный. Тут заполнение полностью идет, без пустот. Я думаю, походит. Ну, я следующий год его поставлю на свой, так как я у себя сломал вот этот нижний. Посмотрим, как он покажет. Вот такие, ребята, дела. Все, на сегодня бложик затянулся опять. Ой, что-то у меня все упало. Затянулся бложик. Давайте еще рублями похвастаюсь. Может, кто не видал. Рубли у меня тут валяются тоже. Серебро я все подогнал пацанам. Все разобрали у меня. Еще есть этот у меня. Он хлам серебряный. Кресты сломаны. этот, чермет. И меди там. Ой, когда-нибудь руки дойдут, я медь переберу, в группе выставлю. Все, всем пока. Лайки поставим, комментарии. Мы продолжаем снимать, радовать основами. Увидимся.